В начале ролика хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом 2021 и мой подарок именно в ссылке в описании будет именно подарок для вас, для подписчиков. Многие спрашивают, как, что лепить, где взять информацию. Порылся я в своих закромах и нашел именно книги, которые я качал в 2005 году, в 2006, которые возможно сейчас уже именно платные, где-то найти их очень трудно. Так что подборочку я сделал, все, качайте, читайте, изучайте и так далее. Так, давайте разберемся сейчас с козлом. Так, давайте его сделаем более прикольным. Что сделаем? Выберем козла, сделаем ему дубликат, отключим через shift левая кнопка мыши, отключает все вот эти видимость саптулов и выберем видимость саптула одного вот этого козла. Теперь по старым роликам немного его докорректируем. Выберем, так, давайте через control вот эту нижнюю часть. Смотрим, как она выделилась. Вот так вот. И подготовим козла к анимации. Так, сделаем control W. Можно, конечно, отделить все это дело вот таким вот образом. Ну, это что-то мне так не нравится. Так, control shift возвращаем, control W делаем одну полигруппу и лучше давайте резать. Так, выбираем trim curve. Так, ненужная нафиг. И вот эту часть вот так вот. Раз. И пробел выделяем, вытягиваем. Не получилось ни в ту сторону. Бац, вот так вот. Это будет у нас открываться челюсть. Выбираем теперь вот этого козла. И здесь, наверное, сделаем control shift. Вот так вот. Теперь доводим вот до этой части. Alt. Alt. И уводим. И пробелом корректируем. Вот так как-то. Вот теперь у нас есть челюсть и есть у нас основная вот голова. Так, челюсть мы теперь немножко откроем, чтобы потом делать анимацию. Так. И пробелом подведем вот сюда. Так же давайте побольше, наверное. Вот так вот. Во. Ну, вот так будет теперь интересней. Отключаем видимость вот этого саптула основного козла. И по прошлым роликам, как я уже показывал, давайте теперь сделаем динамеш. Почему? Потому что у нас теперь разные полигруппы. И сетка, вы видите, здесь квадратами там треугольная. Сделаем динамеш. Поднимем резолюцию. Это мало. Потому что у нас модель большая. Ну, в смысле маленькая. Но уменьшать надо побольше ставить резолюцию. Во. Смотрим, что да как. Через Alt. И возьмем Clay Build Up. Что у нас тут получается. Это сильно. На двоечку, как всегда. Так. Это все дело. Углубляем. Оформляем. Делаем Ctrl W. Одну полигруппу. Отключаем видимость сетки. Чтобы видно было, что мы тут вообще творим. И через Alt. Еще немножко вот это все вдавливаем. Вот так. Теперь. Ставим Brush именно Auto Masking. И ставим Base Mask. Вот этот. Back Face Mask. И накидаем ему губу. Для чего это делается. По прошлым роликам я уже показывал. Чтобы здесь вот, где мы не рисуем. Не вдавливалась вот эта часть. Так. Теперь немножко мы ее дооформим. Вот так вот. Выгладим. Внутреннюю часть тоже немножко всю выгладим. Так. Губа есть. Челюсть есть. Все нормально. Не фих лезть. Так. Заходим в Subtool. Открываем видимость всех Subtool. И теперь поработаем только вот с этой частью. С козлом. Так. Делаем опять же резолюцию побольше. Dynamesh. Ох, ее. Перебор. Ctrl Z. Так. Где-то наверное 500 поставим. Нормально. Потом будем уменьшать. Делаем Ctrl W. Опять же одну полигруппу. И все это дело компонуем. Так. Здесь можно уже побольше поставить кисточку. И все это дело мы вдавливаем. Делаем не оба. Красиво так все. Возможно как получится оформляем. Вот так вот. Делаем где-то потоньше. Но не сильно. Потому что когда будем вставлять кости. Вот эта толщина возможно сыграет важную роль. Чтобы модель нормально адекватно себя вела. Так. Это дело мы выглаживаем. Выглаживаем. Так. Все это дело компонуем. Так. И теперь что нужно сделать. Ну без зубов то он не может быть. Правильно. Так. Челюсть есть. Челюсть будет открытая. Челюсть будет открытая. Ну наверное давайте еще больше перекрутим. Чтобы уже косточки вставились нормально. Так. Вот так пусть стоит. Так. Теперь что еще можно сделать. Делаем append и добавляем сферу. N английская. Переключаемся на сферу. Alt. Можно и немножко уменьшить. Теперь нам понадобится именно кисточка. Как и в прошлый раз. Это зубы. Находим где она у нас находится. В папке все для ZBrush. Еще кисти. И находим. Так. Это животные. Челюсть. Вот челюсти. Кому эта кисточка нужна будет. Я ее могу переслать. Вытягиваем вот эту челюсть. И теперь. Split. Так. Да. Split. Grove. Split. Ок. Все. Челюсть отделилась. Где тут еще что у нас находится. Опять же сфера. Снимаем маску. Ctrl. Левая кнопка мыши. И выбираем верхнюю часть челюсти. Тоже вытягиваем. И делаем Split. Group. Split. Ок. Теперь N. Выбираем сферу. И ее удаляем. Она нам больше не понадобится. Так. Переключаемся на Clay Buildup. Пусть стоит. И теперь выравниваем челюсть. Перекручиваем ее. Так. Это вот так. Это вот так. Да. Челюсть человечья. Но без разницы. Можно ее докомпоновать. Выкручиваем. И подгоняем нашему козлу. Так. Вот так вот. Теперь. Нижнюю челюсть тоже самое делаем. Skyl. Выкручиваем. И добавляем тоже на нижнюю часть вот эту. На нижнюю челюсть. Так. Смотрим. Alt. Левая кнопка мыши. Как тут все установилось. Ну где-то в таком духе. Так. Еще немножко перекрутим. И углубим. Вот таким вот образом. Все. Теперь у нас козел с зубами. Рот будет открываться. Все нормально. Так. Еще что можно сделать. Так. Давайте добавим на бороду детали. И на хвост. Находим N. Находим. Нет. Давайте сначала Append. И добавим сферу. Да. Переключимся на сферу. Сделаем ей именно Skyl. Можно конечно сделать кисточку. Смысл в чем? Здесь вот должны быть какие-то детали. Так. Сделаем теперь Dynamesh. Чтобы это лучше все тянулось. Добавим теперь Ctrl D. Дивайдов. Чтобы сетка уплотнилась. И переключимся на Moft Apology. Выбираем Draw Size побольше. И делаем какие-то части вот в таком духе. Как бы их чуть-чуть даже заворачивая, наверное. Так. Вот так их уменьшаем. Ну, в принципе, будет прикольно. Так. Немножко Shift. Немножко вытягиваем. Где-то утончаем. И возможно... Вот плохо, что здесь нет горячих клавиш G. Там или как-то передвигать. Как в Blender. Так. Это вот здесь потоньше. Итак. Продолжаем. Чуть-чуть я отвлекся. Так. Эту часть мы вот так, наверное, опустим. Вот так вот. Потоньше. Теперь сделаем Shift. Так. Не Shift. Все как в Blender привык. Так. Выбираем. Gizmo. Control. Делаем теперь Divide. Удаляем. И Control. Перетягиваем. Вот этот вот. Хвост. Ну, типа волос. Так. Убираем его поглубже. Как-то вот так, наверное, поприкольнее сделать. Так. Здесь вот получается, что придется, наверное, еще. Так. А вот эту часть вот так вот поставим и перекрутим кверху. Так. И немножко подкрутим. И немножко углубим. Как-то так, наверное, вот. Ну, что-то в таком духе. Но мне не нравится. Значит, Control-Z. Control-Z. Так. Еще раз. Control-Z. Ну, так-то прикольно. Ну, давайте, наверное, пролепим N. Выбираем козла. Выбираем поменьше кисточку. И вот здесь уже первый раз так делаю. Сейчас получится какая-нибудь хрень. Так. Это значит вот так. Это значит как-то вот так, наверное. Это будет центральный. Ну, в принципе, пойдет. Вот, наверное, где-то в таком духе. И проработаем Clay Build Up. Так. Alt приблизим. И немножко попролепим это все дело вот так. По бокам пройдемся. Так. Здесь вот побольше накидаем. Вот таким вот образом. Так. N. Выберем вот эти вот части. И давайте их немножко. Control-I. Подкрутим. Выровняем. Чтобы можно было отзеркалить. Теперь делаем. Теперь делаем модифитопологи в миро-эндвэл. Control-Z. Многовато. Уводим чуть-чуть вбок. Control-Z. Ну, тогда вот так вот. Миро-эндвэл. Делаем Control-I. И миро-эндвэл. Так. Есть такое дело. Потом все это дело подтянем. Ну, и бороду чуть-чуть дооформим. Здесь вот поставим с левой стороны. Будем лепить с левой части. Так. Вот здесь вот. N. Выбираем козла. N. Выбираем. Теперь бороду. Так. Это у нас рога. Челюсти. Вот она борода. Накидываем массу. В разных местах. Вот как-то вот так. Теперь. Мофф Topology. И как бы вот таким вот образом приминаем вот так ее. Во. Добавим еще снизу где-то что-то. Маленьких каких-то деталей. Вот здесь. Вот так вот накидаем. И где-то вот тут, наверное, тоже снизу. Так. Теперь мофф Topology. И вот так вот это дело. Оп. И побольше. Побольше и потоньше. Ну что-то в таком духе. Вот так вот. Как-то так, наверное. Так. Это дело сделано. Теперь что будем делать? Это... Так. Рога у нас есть. Хвост есть. Если сейчас снизу добавить таких же вот этих выпуклостей, то получится, что при анимации невозможно будет мешать. Но давайте попробуем. Так. Делаем кисточку чуть-чуть побольше. Как-то вот так. На груди тоже подобавляем. Хаотично вот таким вот образом. Во. Теперь немножко на лапах. Где-то вот здесь вот так вот. Повытягиваем. Ну и на задних лапах тоже вот так вот вытянем. Так. Есть такое дело. Снизу тоже так хаотично. Пона вытаскиваем их. Ну и где-то перекроем, как чешуя. Во. Теперь все это дело нужно немножко даже пролепить. Можно и так оставить, конечно. Ну, в принципе, давайте поднакидаем с разных сторон. С левой, с правой. Кисточка у нас, опять же, настроена на багфейс маск. Так. Это все мы докидываем, докидываем. Ну и тут тоже немножко дооформляем. Даем толщины. Тут тоже немножко докидываем. Таким вот образом. Хаотичным. И немножко вот так вот. Все. Даже выглаживать не буду, чтобы она вот именно вот так вот чешуйками смотрелась. Если будет плохо, то уже в блендер будем выглаживать скульпт-мод. Так вот так вот как бы поднакидаем шерсть. Поменьше кисточку. Здесь вот. Вот так вот накидываем. Когда покрасится, будет, наверное, прикольно. И идем, наверное, от задней части. Вот так вот, чтобы перекрыть как бы чешуйками. Вот так вот это все делаем. Так, здесь вот побольше на хвост накидаем. Тоже, наверное, вытянем что-нибудь. Так вот. Таким вот образом делаем шерсть. О, уже прикольный козел. Так вот. И от позвоночника. Вот таким вот образом. На шею побольше вот так поднакидаем. Вот так как-то. Можно еще вот здесь вот на щеки накидать. Во. Ну, в принципе, и все. Так, нормально получилось. Теперь что нужно сделать? Включаем, видимо, всех саптулов. И нужно подраскрасить это все дело. Я вот не знаю, каким его цветом делать. Ну, наверное, объединим сейчас именно веки. Вот эти. И барана. Так, находим веки. Так, барана. Опускаем. Где у нас веки? Это ноги. Так, это у нас глаза. Так, а это кто у нас? А, это зрачки. Так, и вниз еще. Вот. Объединяем веки. Merchdown. Окей. С козлом. Так, теперь хвост тоже нужно объединить. Вот он, хвост. Объединяем его. Merchdown. Окей. Делаем всему этому делу дубликат. Переключаемся на верхний саптул. Выключаем нижний дубликат. И делаем геометрии. Можно ZRMesh сделать. Ну, давайте, чтобы кости прикрепились нормально, без казусов. Сделаем Dynamesh, но на низкой детализации. Так, 119. Еще немножко понизим. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. 128. Вот 14 тысяч. Делаем Ctrl-D. 56 пойдет. DLOR. Удаляем дивайды. Включаем видимость нижнего саптула и делаем Projectal. Проецируем детали на низкополигональную модель. Так, это отключаем. Вот, теперь у нас 56 тысяч козел. Так, что еще сделать? Так, зубы. 33, 32. Это я понижу именно в блендер. Что еще можно тут выбрать? Раскрашивать его, наверное, буду в блендер в этот раз. Модель простая. Не надо ничего такого выдумывать. Так, что у нас? 27 тысяч. Это нижняя челюсть. 472 тысячи. И у нас выходит козел. Так, еще козла надо, наверное, с копытами объединить. Так, вот этого козла, нижнего, высокополигонального. Делаем Delete. ОК. Находим N копыта. И опускаем до нашего козла. Объединяем тоже козла. Делаем Ctrl. Так, нет. Merge Down. ОК. Делаем Ctrl.W. И нужно опять же забыл это над Dynameshом. Все дело объединить. Попробуем сделать еще раз дубликат. Сделаем геометрии. Сделаем всему этому Dynamesh. 14 тысяч полигонов теперь вышло. Ctrl.D. 58. И теперь Project All. Есть такое дело. Отключаем. Смотрим. Во. Нормальный козел. Низкополигональный. Так, теперь это значит Delete козла. И чтобы, блин, давайте, чтобы уже не привязывать верхнюю вот эту челюсть, давайте верхнюю челюсть объединим тоже с козлом. Делаем. Делаем. Делаем Merge Down. ОК. Теперь делаем опять же дубликат. И делаем Dynamesh. Делаем Ctrl.D. Опять же у нас 58 тысяч полигонов. И делаем Project All. Так, Project All. Смотрим, чтобы зубы не развалились. Не, зубы вроде бы нормально. Но отключим вот эту вот часть. Ну, зубы нормально. Всё, пойдёт. Так. Где-то что-то можно ещё в блендер будет пролепить. Так, теперь нижняя. Так, вот этого козла второго надо Delete. N. Выбираем теперь подбородок нижний. И объединим его с нижней челюстью. Так, выбираем нижнюю челюсть. И объединяем Merge Down именно с козлом. ОК. Делаем дубликат. Переключаемся на верхний Subtool. Нижний пока отключаем. Делаем Dynamesh. Ctrl.D. Ctrl.D. 13000 полигонов пускай побудет. Сейчас проверим, как она спроецируется. Делаем Projectile. Отключаем нижнюю челюсть. Всё, зубы видны. Вроде бы всё нормально. Так. Нижнюю челюсть теперь Delete. Удаляем. ОК. Так, так, так. Вот эти веки. Так, глаза со зрачками тоже делаем Merge Down. Делаем дубликат. Переключаемся на верхний. И делаем так. Dynamesh. Ctrl.D. Ctrl.D. Пусть тоже 13000. Это нормально. Чтобы лучше спроецировалось вот это всё дело. А то потом получится, что всё будет в хлам, в кашу. Так. Projectile. Во. Вроде бы нормально. Ну, немножко надо, конечно, шифтом подкорректировать. Вот так. Во. Чуть-чуть поглажа сделать. Так. Козёл есть. Рога. Рога пускай будет отдельно. Так, глаза нижние тоже Delete удалим. ОК. Смотрим, что тут получилось. Ну, в принципе, всё. Ну, давайте рога ещё. Ctrl.D. 3000 полигонов. И пролепим. Так. Х симметрия. Нажимаем. Так. Ещё. Ctrl.D. Что здесь с сеткой? Ага. Сетка у нас не Dynamesh. Делаем Dynamesh. И вот теперь будем лепить. Так. Вот таким вот образом. Вот так вот. И просто полоски по-поделаем. По-простому так вот. Без выядрёжей. О. Нормально. И немножко всё шифтом. О. Так. Вот здесь тоже побольше снизу. Так. N. Включаем козла. Немножко доработаем вот эти вот веки. Подгладим, чтобы они были симпатичнее. И немножко их можно даже ещё лепить. Так. Здесь вот поднакидываем. Здесь шифтом. Тоже прибавляем тут массы. Оформляем нижний вот этот век. И через Alt немножко тут где-то понижаем. Так. Делаем теперь Modified Apology Mirror and Well. Шифтом выглаживаем. Ну и Alt можно вот здесь вот ещё X-симметрия. Где-то зрачок. Вот эти вот брови дуги пройти. И немножко тут морду дооформить. Так. Теперь что у нас с ноздрями. Ноздри делаем поглубже. Вот так вот. Чтобы они выделялись. И немножко здесь вот так вот дооформляем. Так. Теперь с ушами тоже углубляем через Alt. Вот так вот. И верхнюю часть чуть-чуть делаем толще. Есть такое дело. Так. Что у нас с хвостом? Давайте попробуем его сделать ещё тоньше. Так. Вот как-то раз. Здесь как бы поменьше. Так. Эту часть немножко вот так. Эту вот так. И эту чуть-чуть вот так вот. О. Вот так вот. И здесь чуть приподнимем. Чтобы это всё дело более-менее смотрелось. Вот так вот. Ну в принципе всё. Теперь откидываем на экспорт рабочий стол. Пишем единица. Это козёл. Теперь рога. Это будет двойка. Так. Глаза. Это будет тройка. Чтобы много не писать. Ну и нижняя челюсть. Это будет четвёрка. Вот так у нас те четыре детали. Вот этот проект файл save as. Напишем это что вторая часть. Ну и в принципе всё. Теперь идём в блендер. Итак. Блендер. N. Сразу включу. Screencast. Чтобы вы видели, что я нажимаю. Куб. Сразу delete. Камеру. И свет можно отключить. И импортируем сюда. Давайте импорт. Обж. И погнали все наши вот эти саптулы. Вот первый импорт. Ждём. Поправлять не надо. Если вы видите, что в the brush. Когда вы делаете, что персонаж ниже опускается вот этой сетки. Вот этого пивота. Там разные у них именно координаты. По-моему. Так. Файл. Импорт. Опш. Нажимаем 2. И погнали компоновать. Так. Импорт. Нажимаем 3. И теперь файл. Импорт. Нажимаем 4. Часть. Так. Теперь. Тройка на нампаде. Выделяем всё левой кнопкой мыши. И с помощью MOV. Поднимаем. Вот до этого уровня. Теперь. Находим Object. Находим Set Origin. И привязываем Origin to 3D курсор. Всё это дело к этому курсору. Так. Ну теперь давайте вставлять кости что ли сразу. А потом будем красить. Или сначала лучше покрасить. Ну давайте покрасим. Так. UV Editor. Делаем новую развертку. Делаем UV Smart UV. Расстояние между частями ставим 0.010. 0.010. Ну и ОК. Вот такой получился у нас. Такая получилась развертка. Теперь заходим в Layout. Находим рога. Давайте тоже рога сразу развернём. UV Editor Smart UV. ОК. Теперь опять же Layout. Находим нижнюю челюсть. Опять же UV Editor. Smart UV. Так. И теперь Layout. Что у нас осталось? Глаза. О. Находим UV Editor. UV Smart UV Project. Layout. Погнали красить нашего барана. Заходим. текстуры Paint. Находим вот эту функцию верхнюю, где ключи. Находим No Textures. Ставим Base Color. ОК. Ну и погнали красить баран. Пусть будет белый. Так. Вот таким вот образом всё это дело мы раскрашиваем вот так вот. смотрим, не забываем никаких частей, чтобы всё было раскрашено. Так. Вот эту часть тоже. Уши. Нос. Верхнюю часть вот эту. Что тут ещё выходит? Губа. Зубы. Уши. Затылок. И так далее. Можно, конечно, было просто залить это всё материалом белым цветом. Тогда бы было как бы это сказать. ноги как у нас тут покрашены. Всё покрашено. Всё нормально. А, вот. Ухо. Уши. сверху. И немножко смотрим. О, зад и хвост. Так, так, так. Не забыть бы ничего. Нормально. Теперь заходим в Object Mode. Выбираем рога. Опять же, заходим в текстуру Paint. Находим Base Color. ОК. Выбираем теперь коричневый цвет. Желательно она потемнее. Вот так вот. И всё это дело закрашиваем вот таким вот образом. для тех, кто не глядел предыдущие ролики как выбирать цвет, да? Вот если мы сейчас где-то пройдёмся синим, а нам нужен именно коричневый, мы нажимаем S английскую и у нас выбирается тот цвет, на который мы нажали. В ZBrush это клавиша C. Так, это всё дело нормально. Можно ещё, конечно, добавить оттенки какие-то, но это уже хозяин будущего этого козла, этого персонажа пардоньте. Возможно, внесёт коррективы. Так, что ещё можно сделать? Ну, опять же, Object Mode, выбираем теперь глаза, заходим опять же в текстуру Paint, находим Base Color, окей, красим всё это дело в белый цвет. Вот так вот. Можно другим, конечно, оттенком всё это сделать. Баран белый, а этот чуть-чуть, пускай, как-то синевой что-то отдаёт. Так, теперь нам понадобится чёрный цвет. кисточку радиус уменьшаем. Вот так вот. Заходим в Object Mode, включаем видимость, вот как он раскрашен у нас. Ну, ничего. Вот такой прикольный перс. Пусть пока белый побудет. Можно, конечно, серым его сделать, там, я не знаю, чёрным. Так, единицы на нампаде, Shift A, добавляем косточки, добавляем арматуру Single Bone, ставим опять же видимость по viewport Infront, заходим в Edit Mode, так, это у нас теперь получается тройка на нампаде, выбираем косточку, с помощью Move нужно её подвести к хвосту, выбираем вверх кости, нажимаем R, разворачиваем косточку, выбираем косточку, доводим её до задней части и немножко R перекручиваем, близко к позвоночнику не надо кости ставить, чтобы именно внутри было, ну а теперь погнали моделировать E, добавляем вот сюда косточку, теперь на шее наверное больше костей поставим, так, и как-то наверное вот так вот кость поставим, теперь от этой кости выведем E ещё одну кость Alt P Clear Parent мы её отсоединяем R перекручиваем и G подставляем к нижней челюсти S чтобы можно было нижнюю челюсть вводить и там где она будет поворачиваться должен находиться вот этот вот вот этот вот конец начала этой кости ну всё где-то так всё нормально так теперь косточки на глаза ещё надо будет поставить теперь выводим вот отсюда E кость вот так вот отсоединяем её Alt P Clear Parent Единица на паде G R S уменьшаем она нам большая не понадобится главное чтобы она держала вот эту грудь R вот так вот G так теперь здесь будем делать по-другому вот эту косточку привязываем к позвоночнику к позвоночнику Ctrl P Keep Offset от этой косточки вытягиваем E ещё одну кость и тоже её отсоединяем Alt P Clear Parent мы её подгоняем к ноге так G S G вот сюда так нет наверное попробуем её R поставить вот сюда G вот так как-то сделаем её G поменьше получается E вытягиваем её вот сюда и отсюда E вытягиваем вот сюда на копыто так чтобы она нормально гнулась мы ей даём угол G вот так и отсюда вытягиваем ещё одну косточку E эту косточку Alt P Clear Parent мы отсоединяем и вот эту косточку соединяем с этой Ctrl P Keep Offset так в принципе пойдёт теперь вот эту косточку соединяем с этой Ctrl P Keep Offset Единица нам пади вроде всё в меше нормально посмотрим как это всё будет работать так теперь от задницы выводим хвост E Alt P Clear Parent и теперь от хвоста E посередине будем вести как-то вот так наверное эту косточку с этой связываем Ctrl P Keep Offset теперь от этой косточки E вытягиваем кость Alt P Clear Parent Единица на нам пади вытягиваем её назад тройка на нам пади вытягиваем её вот сюда здесь уже будем делать по-другому R крутим G ставим её вот сюда пусть побольше будет чтобы ляжка двигалась и теперь вытягиваем E кость сюда эту косточку G в эту сторону эту вот сюда Единица на нам пади G углубляем подводим к ноге ну что-то наверное в таком духе вот эта часть слишком многовато ушла это вот так от этой кости выводим ещё одну косточку на копыто одно выводим чтобы можно было манипулировать потом ногой Alt P Clear Parent соединяем эту косточку с этой Ctrl P Keep Offset эту косточку соединяем с задней косточкой первой Ctrl P Keep Offset ну и вот эту косточку вот с этой Ctrl P Keep Offset так рога мы просто привяжем Bon типа будет Bon кость и они будут на башке просто двигаться стоять так а тут же ещё уши есть пардонте значит выводим ещё косточку вот из этой E отсоединяем Alt P Clear Parent Выводим тройка на нампаде и подводим к уху Dance так немножко отводим на край чтоб голова не двигалась и на саму вот эту верхнюю часть выбираем эту кость Ctrl P и с головной её соединяем Keep Offset так вроде всё нормально она находится в ухе так ну да в ухе ну в принципе и всё что тут ещё вот это всё теперь выделяем не забываем никаких костей если что проверяем так единицы нампаде Shift D делаем дубликат щелчок левой кнопкой мыши правой кнопкой мыши нажимаем Mirror X Global и устанавливаем на эту сторону ну так заходим в Object Mode выбираем все наши детали так глаза не надо пока в принципе рога не надо только тело выбираем делаем Ctrl P Width теперь выбираем рога выбираем кости и заходим в Post Mode выбираем косточку головы Ctrl P Bon ну всё они теперь будут у нас привязаны теперь что делаем заходим в Object Mode выбираем только так мы только кости выберем давайте теперь в Post Mode тройка на нам пади поднастроим сразу косточки вот эту кость с этой Ctrl Shift в C Inverse Kinematic ставим влияние на наверное на одну кость пока на две проверим сейчас вот так выберем G так больших амплитуд тут не получится шкура будет двигаться Ctrl Z Ctrl Z если сейчас мы поставим ее на одну кость влияния смотрим что получится видите только движется лапа это уже автор это уже будет настраиваться так как надо для анимации так тройка на нам пади Ctrl Z я пока поставлю именно на одну кость наверное Ctrl Shift C Inverse Kinematic опять же на две кости на одну пардон и вот эту тоже Ctrl Shift C Inverse Inverse Kinematic на одну кость ну и вот эту косточку тоже Ctrl Shift M Inverse Kinematic одна кость так на хвост можно тут тоже поднакидать Copy Rotation но я пока не буду так как он действует нормально он движется все Ctrl Z просто можно так менять так если вот эту косточку R то можно хвост прижимать и так далее Ctrl Z все это работает единицы на аппаде проверяем R уши работают проверяем теперь челюсть R ага привязка не так прошла Ctrl Z Ctrl Z заходим теперь в Edit Mode и привязываем головную кость к этой Ctrl P Keep Offset так Post Mode выбираем голову так глаза еще надо привязать Ctrl Z так что-то он у меня выкаблучивается сейчас еще раз вот эту косточку Shift D дублируем тройка на нам паде G перетягиваем ее кверху эту кость привязываем к этой кости Ctrl P Keep Offset а вот эту косточку к этой кости Ctrl P Keep Offset так заходим теперь в Object Mode выбираем козла Ctrl P Widget Automatic Widget перевязываем все это дело козла выбираем кости заходим теперь в Post Mode тройка на нам паде выбираем голову R голова пошла челюсть не привязана Object Mode выбираем теперь еще челюсть и козла Ctrl P так Ctrl P Увы Automatic Widget посмотрим нижняя челюсть привяжется нет сейчас будет все видно все привязалось так выбираем косточки заходим в Post Mode вертим головой все голова работает нижняя челюсть открывается все прикольно Ctrl Z теперь нужно зайти в Edit Mode и настроить именно кости для глаз давайте давайте это дело сделаем теперь выводим вот из этой косточки E кость отсоединяем Alt P Clear Parent опускаем вниз так семерка на нампаде и подводим к глазу кость не должна быть большой делаем S так и чтобы она именно стояла на зрачке вот тут так где-то вот так и чуть-чуть повыше так теперь семерка на нампаде из этой косточки выводим еще косточку E Alt P Clear Parent так чтобы вам видно было ну такая система отводим ее подальше от головы чтобы нос к ней не прикрепился ничего такого делаем S поменьше теперь Shift D щелчок уводим еще кость вот сюда вот на центр тройка на нампаде выбираем вверх вот этой кости тройка на нампаде делаем R ставим ее вот в такое положение теперь что делаем вот эту кость глазную привязываем к голове Ctrl P Keep Offset теперь вот эту косточку привязываем к этой Ctrl P Keep Offset а вот эту кость привязываем тоже к головной Ctrl P Keep Offset так теперь нужно их поднастроить так сначала наверное семерка на нампаде вот этих сделаем дубликат Shift D щелчок правая кнопка мыши Mirror X Global и подставляем к этому зрачку ну глазу вот так вот получилось у нас вот такая компоновка вот такая связь ну а теперь нужно настроить в PostMod вот эти все слежения и так далее давайте дальше делать и так выбираем вот эту кость и вот эту Ctrl Shift C ставим Track To слежение так Y Z по Y Z так Local Space Local Space смотрим что получится если мы сейчас будем вот эту водить G Ctrl Z выбираем вот эту косточку World Space World Space проверяем опять же G вот теперь идет свяжение Ctrl Z выбираем вот эту косточку и вот эту Ctrl Shift C ставим Track To ставим Y ставим Z ну и все так же оставляем если нужно чтобы глаз меньше поворачивался или больше вот интенсивностью тут корректируем давайте наполовину поставим вот так и тут тоже наполовину смотрим что получается G две косточки вводятся нормально следят Ctrl Z теперь нужно сделать вот такую штуку заходим в Object Mode выбираем глаза делаем Shift D Move поворачивши поднимаем одни глаза кверху заходим в Edit Mode ставим рентген выбираем одни глаза вот это один глаз делаем Delete Делит вертексы заходим в Object Mode так это глаз у нас есть мы его сейчас опустим вот к этому глазу назад потом подкорректируем теперь выбираем вот эти глаза и заходим так в Edit Mode но теперь рентген и выбираем вот этот глаз Delete Vertex пусть будет два разных глаза вдруг понадобится что-то еще делать да и костям назначать тоже вот так удобней так что у нас тут единица на нампаде убираем видимость костей выбираем вот этот глаз и попробуем G так вот сюда его как-то да вот подсобачено так вот сюда так теперь вопрос будет он из века вылазить или нет смотрим включаем видимость костей выбираем вот этот глаз и кости выбираем теперь POS MOD выбираем вот эту косточку левый клик CTRL P и назначим BONE выходим теперь в OBJECT MOD выбираем этот глаз через SHIFT кости опять же POS MOD выбираем вот эту косточку теперь другую CTRL P BONE так теперь OBJECT MOD только кости выберем теперь косточки и а так выберем персонажа выберем кости и перевяжем CTRL P WID автоматик виджет смотрим так винтово делать наверное не надо было вот глаза у нас привязались CTRL Z все не надо этого делать выбираем кости и заходим в POS MOD так теперь если мы выберем вот эту кость головы так вот у нас получается что глаза вылазят значит что нужно сделать выбрать вот эти кости так тройка на нам паде G так а куда она ушла понятно так CTRL Z CTRL Z нужно глаза вот эти глаза ориентировать привязать именно set origin так 3D курсоры попробуем выбираем опять же кости POS MOD R вот теперь все нормально так смотрим что получилось вот такой козел все всем пока до свидания до свидания Продолжение следует...